Здравствуй, дружок! А сегодня у нас сказка от Виталия Бианки «Чей нос лучше?» Мухолов-тынконос сидел на ветке и смотрел по сторонам. Только покажется муха или бабочка, он сейчас же на крылья поймает ее и проглотит. Потом опять сядет на ветку и ждет, высматривает. Увидел поблизости тубоноса и стал ему плакаться на свое горькое житье. Мне, говорит, очень уж утомительно пропитание себе добывать. Целый день трудишься, трудишься, ни отдыха, ни покоя не знаешь. А все впроглость живешь. Сам подумай, сколько мошек надо поймать, чтобы сытым быть. А зерно клевать я не могу, нос у меня чересчур слаб. Да, твой нос никуда не годится, сказал дубонос. Слабенький у тебя нос, то ли дело мой. Я им вишневую косточку, как скорлупку раскусываю. Сидишь себе на месте, клюешь ягоды, да щелкаешь. Крак! И готово. Крак! И готово. Вот тебе бы такой нос. Услыхал его клест-крестонос и говорит. У тебя, дубонос, совсем простой нос. Как у воробья. Только потолще. Вот посмотри, у меня какой замысловатый нос. Крестом. Я им круглый год семечки из шишек вылушиваю. Вот так. Клест ловко поддел кривым носом чешуйку еловой шишки и достал семечко. — Верно, — сказал Мухолов, — твой нос хитрее устроен. — Ничего вы не понимаете в носах, — прохлепел из болота бекас-долгонос. — Хороший нос должен быть прямой и длинный. Чтоб им козявок из тины доставать удобно было, поглядите на мой нос. Посмотрели птицы вниз, а там из камыша торчит нос. Длинный, как карандаш, и тонкий, как спичка. — Ах, — сказал Мухолов, — вот бы мне такой нос. — Постой, — запищал в один голос два брата кулика. Шилонос и кроншнеп серпонос. — Ты еще наших носов не видел. И увидал Мухолов перед собой два замечательных носа. Один смотрит вверх, другой вниз. А оба тонкие, как шило. — Мой нос для того вверх смотрят, — сказал Шилонос, — чтобы им в воде всякую мелкую живность поддевать. — А мой нос для того вниз смотрят, — сказал кроншнеп серпонос, — чтоб им червяков из травы таскать. — Ну, — сказал Мухолов, — лучше ваших носов не придумаешь. — Да ты, видно, настоящих носов и не видел, — крякнул из лужи широконос. — Смотри, какие настоящие носы бывают. Во! Все птицы так и прыснули со смеха прямо широконосу в нос. — Ну и лопата! — Зато им в воду щелокчить-то как удобно, — досадливо сказал Широконос и поскорее опять сквырнулся головой в лужу. Набрал полный нос воды, вынурнул и давай щелокчить. Воду сквозь края носа пропускать, как через частую гребеночку. Вода-то вышла, а козявки, какие в ней были, все во рту остались. — Обратите внимание на мой носик, — прошептал с дерева скромный серенький козадой сетконос. — У меня он крохотный, однако замечательный. Мошкара, комары, бабочки целыми толпами в глотку мою попадают, когда я ночью над землей летаю, разинув рот и сеткой растопырив усы. — Это как же так? — удивился Мухолов. — А вот так, — сказал козадой сетконос, — да как разинит пасть. Все птицы так и шарахнулись от него. — Вот счастливец, — сказал Мухолов, — я по одной мошке хватаю, а он ловит их сразу стаями. — Да, — согласились птицы, — с такой пастью не пропадешь. — Эй, вы, мелюзга! — крикнул им пеликан-мешконос с озера. — Поймали мушку и рады, а того нет, чтобы про запас себе что-нибудь отложить. — Я вот рыбку поймаю и в мешок себе отложу, опять поймаю и опять отложу. Поднял толстый пеликан свой нос, а под носом у него мешок, набитый рыбой. — Вот так нос, — воскликнул Мухолов, — целая кладовая. Удобнее уж никак не выдумаешь. — Ты, должно быть, моего носа еще не видал, — сказал дятел. — Вот, любуйся! — А что ж на него любоваться, — спросил Мухолов, — самый обыкновенный нос. Прямой, не очень длинный, без сетки и без мешка. Таким носом обед себе доставать долго, а о запасах и не думай. — Нам, лесным работникам, — сказал дятел-долбонос, — надо весь инструмент при себе иметь для плотничных и столярных работ. — Мы им не только корм себе добываем из-под коры, но еще и дерево долбим, дупла выдалбливаем, жилища устраиваем и для себя, и для других птиц. Нос у меня — далато! — Чудеса! — сказал Мухолов. — Сколько носов видел я нынче, а решить не могу, какой из них лучше. — Вот что, братцы, становитесь вы все рядом. Я посмотрю на вас и выберу самый лучший нос. Дубонос, крестонос, шилонос, серпонос, широконос, мешконос и долбонос. Выстрелись перед Мухоловым тонконосом. Дубонос, крестонос, долгонос, шилонос, серпонос, широконос, сетконос, мешконос и долбонос. Да тут вдруг упал сверху серый ястреб крючка нос. Схватил мухолова и унес себе на обед. Остальные птицы с перепугу разлетелись в разные стороны. Так и осталось неизвестно, чей нос лучше. Кто дослушал, молодец. Продолжение следует.